И всем привет, с вами Ростиксон и в этом видео я расскажу о том, как сортировать криптовалюту на спотовом рынке на бирже Gate.io. Кстати, напомню то, что она входит в топ 7 лучших бирж мира по версии CoinMarketCap. А также видео про спотовые рынки уже есть на канале, как про спотовые рынки на компьютере, как торговать на них на компьютере и как торговать на смартфоне в приложении. Все вы это сможете найти в моем плейлисте про биржи Gate.io, где более 40 видео и где я ответил на часто задаваемые вопросы про биржи Gate.io. А если у вас есть какой-то вопрос, то вы можете задать его в комментарии под этим роликом или в чат биржи Gate.io, мы вам на все ответим. Но если вы еще не зарегистрированы на биржи Gate.io, то вы сможете это сделать по ссылке в описании и у вас будет хорошая скидка и максимальная, а именно 20% на все ваши торговые комиссии. Так что если вы зарегистрируетесь, то будете экономить приличные суммы. Так, еще пока не забыл, вы можете подписаться на мой телеграм-канал. Сейчас расскажу несколько причин довольно быстро. Первое, ютуб могут заблокировать, чтобы оставаться на связи. Ну и второе, в телеграме я там говорю то, чего нет на ютубе. Например, какие-то быстрые темки, которые могут встареть через 10 минут. В общем, там я делюсь всем, что делаю я в крипте и не только. Так что заходите. Более 215 человек с лид, между прочим. А теперь будет небольшой опрос у жителей Санкт-Петербурга по теме криптовалют и их финансов. Также вы можете написать ваши вопросы в комментариях. Если они будут интересными, то я их задам в следующий раз. Такс, ну что, поехали. Привет, ответишь на пару вопросов? Конечно. У тебя есть какие-нибудь накопления? Да. А на сколько месяцев тебе их хватит? На полгода. А в чем ты хранишь свои деньги? В рублях. И знаешь ли ты что-нибудь о криптовалюте? Да, то, что ей можно расплачиваться анонимно. И нет здесь. А как ты относишься к криптовалюте? Я думаю, что она ненадежная. А, спасибо за ответ. Такс, так как же отсортировать криптовалюту на спотовом рынке? Переходим во вкладку Trade и открываем меню выбора криптовалютной пары. Выбираем, ну, к примеру, QSD. И, например, мы хотим узнать, какая крипта взлетела за сегодня больше всего. Нажимаем на Range. Наша крипта отсортировалась по объему роста за день. Вот перед нами, например, токен VIA. Он вырос на 300% за день. Если вы видите такой рост, то не спешите закупать в надежде на дальнейший рост. Так как, скорее всего, этот токен в скором времени немного скорректируется. Или же еще продолжит свой рост, но уже не такой стремительный, как раньше. В общем, аккуратнее. Рисков с такими монетами много. Также вы можете отсортировать по тем монетам, которые упали больше всего за день. Тут также можно предположить, что если они сильно упали, то в теории они могут чуть-чуть скорректироваться вверх. Ну и как-то на этом заработать. Об этом я расскажу позже. Если сегодня упал больше всех, это будет монета Tervel. По графику мы видим, что недавно сильно взлетела, а потом начала падать. Что подтверждает мои слова о том, что на этапе, когда монета очень сильно выросла, рискованно покупать ее, но ведь зачем, она ведь уже выросла. Далее мы переходим к фильтру по цене. Нажимаем на фильтр цена, и перед нами предстали самые дорогие токены на рынке. После повторного нажатия мы получаем информацию о самых малых криптовалютах, учитывая их цену. Мне не совсем понятен этот фильтр, используете ли его. Я лично нет, я обычно смотрю просто на проценты, кто как вырос. Вот примерно так. Так же мы можем отсортировать крипту по категориям. Например, в категории обмен токенов вы можете увидеть самые популярные обменные операции за последнее время. В категории метавселенная вы можете посмотреть все токены, которые относятся к метавселенным. Кстати, вы знаете какие-нибудь метавселенные, какая самая популярная? Может вообще играть в метавселенную? Я, например, играю в одну. Угадайте в комментариях, какую. Так, в NFT категории находятся NFT токены, а в мем все мемные токены типа Frog, Dogecoin и так далее. Кстати, вы храните мемные токены? Я уже давно что-то их не покупаю. Покупал, наверное, год назад или два. И то я их практически сразу быстро продал, я не дождался такого огромного роста. А некоторые мои друзья неплохо на этом заработали. Так, ну примерно мы поняли, то есть благодаря вот этим категориям мы можем смотреть, какая криптовалюта выросла, следить именно за категориями. То есть, как сейчас, к примеру, ведут метавселенные и посмотреть на все их токены, посмотреть, скажем, если большинство растет, значит с ними все хорошо. Смотреть, кто вышел, всех вырос. В общем, у нас очень много возможностей и это мы можем использовать. И я вам советую это использовать. Такс, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Включите свое мнение о видео в комментариях. Конструктивную критику или благодарность мне будет очень приятно. Приходите в мой телеграм-канал, там много интересного. Также регистрируйтесь по ссылочке в описании.